Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами поговорим на тему, которую люди, живущие в Германии, коренное население, родившиеся здесь, приехавшие 30, 40, 20 лет назад, как репатрианты или еврейская эмиграция, не видели и не замечали. Но на эту тему нам открыли глаза именно украинские беженцы, за что им огромное спасибо. Тема эта касается мусора и разделения мусора и вообще вот этих вот мусорных отвратительных куч по всей Германии, с которыми столкнулись чистые украинские граждане. Несколько лет назад я как-то смотрел на ютубе передачи одного украинского блогера, до того момента, как он открыл свой ютуб канал, он работал в проекте Орел и Решка. Ездил по разным странам с этим проектом, как ведущий, путешествовал и за то, что он отработал сколько, полгода или год, он сколотил капитал и вложив голову в этот капитал, открыл свое собственное дело. То есть начал после выхода из проекта на собственном опыте ездить по разным странам мира и показывать красоту или негатив тех стран, в которых он побывал. И как-то в одном из его видеовыпусков он был в Швейцарии у одного украинского знакомого, посмотрел, как тот живет, тот рассказывал, где он работает, как он работает, в каких условиях он живет, сколько лет он живет в Швейцарии. Но потом они поехали в Германию через границу за продуктами в магазин, потому что в Швейцарии продукты в магазинах жутко дорогие, хотя в Швейцарии по швейцарским франкам зарплата выше, чем в Германии. И когда они въехали в Германию, то проезжая по этому городку, где они ехали, они снимали на видео огромные кучи вот этих желтых и зеленых кульков с пластиком и алюминиевой упаковкой и говорил вот этот вот ведущий о том, что вот посмотрите, какая была красивая Швейцария, как только мы въехали в Германию, всюду куча мусора, мухи, чуть ли не крысы, вонь и так далее. Вот это настоящая Германия. И я, конечно, тогда немножечко был шокирован тем, что вот именно так человек относится к Германии, хотя она ему ничего плохого не сделала. Но сегодня, благодаря украинским беженцам, приехавшим сюда в Германию жить, мы, оказывается, были слепы и благодаря этим беженцам у нас открылись глаза на ту проблему, которая существует вокруг нас. Вот посмотрите, пожалуйста, на вот эти вот груды мусора. Я специально взял фотографии из Берлина. Все-таки Берлин – это столица страны, о которой идет речь. Посмотрите на вот эти вот груды мусора. Это по-немецки называется шпермюль. Действительно, ну вот когда люди проходят по улице мимо такого мусора, сразу создается негативное отношение не только к городу, но и к стране. Когда ты такое видишь, тем более вот так вот захламлено все на улице и думаешь, ёлки-палки, а куда же я попал? Вроде бы Европа, вроде бы нормальная страна, а тут на тебе. И вот украинские многие блогеры, приехавшие сюда в своих видео-выпусках, рассказывают о том, какая Германия грязная, противная, вонючая, в этих мусорных кучах чуть ли не крысы бегают. Мы, конечно же, примем это к сведению, да, и мы постараемся сделать страну более приемлемой для вас, более удобной для вашего именно менталитета, граждане украинские беженцы. Но если вы, к примеру, не знали, я хотел бы вам сказать, что вот эти вот кучи так называемого шпермюля, на которые выбрасывается старая мебель, старая мягкая мебель, электроника, допустим, телевизоры, радиоаппаратура и так далее, кухонные гарнитуры выбрасываются, или стиральные машинки, да там сушилки вот эти вот электронные, да много чего туда выбрасывается. Это устраивается в крупных городах как минимум два раза в год. По всем домам, в районе которых будет вот этот создан этот шпермюль, вывешивается объявление. Такого-то, такого-то числа вы можете выносить свое старье, в определенное место складывать, и через неделю приедет машина и все это заберет. Естественно, люди собирают все свое старое барахло, выносят именно на это место, складывают, кто бросает, кто как, и оставляют это там. В течение недели вся эта куча собирается, потом приезжают машины, забирают все это в контейнеры, дворники тут же зачищают место, и не остается ни единого следа от этого шпермюля. Наверное, украинские блогеры, которые живут здесь в Германии вот уже пару лет, наверное, этого не знали и не сталкивались с этим, поэтому они говорят, что везде, по всем городам, по многим улицам вот такие вот кучи такого вот мусора. Но, что лукавить душой, они сами бегают по этим кучам, собирают себе мягкую мебель, собирают себе электронику. Я вот у нас в городе даже видел, как стояли два украинца, была такая вот куча шпермюля, и там, ну, не кожаная мягкая мебель была, вот этот вот, типа вот диванный уголок, ну, под кожу, вот этот дермантин, как он называется. И вот стояли два украинца, охраняли среди всей этой кучи этого мусора вот этот большой трехместный диван плюс два кресла, охраняли, ждали, пока подъедет их знакомый с маленьким вот этим бусиком, чтобы загрузить это и уехать. Кстати, можно забирать-то бесплатно. Я сам, что греха таить, я сам, когда мы только приехали в Германию, ходил по таким мусоркам, да, я ходил по таким мусоркам, и вы знаете, я приволок, мы еще в общежитии жили в городе Вайден, я приволок в общежитие в микроволновку рабочую, правда была без тарелки, ну, заменить там тарелку, это ерунда, это поставил любую другую фарфоровую, вот тебе подставка под еду. Микроволновку притащил, два телевизора притащил, один телевизор был Грюндик, другой Филлипс, и у обоих была диагональ 62 сантиметра. Цветные телевизоры, единственное, что у них не хватало, это не хватало пульта в дистанционное управление. Пошел в магазин Норма, купил за пять марок пульт, включил его на настройку, на поиск телевизора, он тут же настроился, и все, и мы в общежитии в течение почти года смотрели, эти телевизоры, они работали идеально. Да, я таскал тоже с таких мусорок, с таких шпермюлей, вот эту электронику, один раз и приволок классное, удобное, мягкое, с латированным подлокотниками кресло. Многие таскали, я это говорю открыто, я это тоже делал, но вот эти вот украинские беженцы, которые приехали сюда, вот посмотрите еще, вот это вот все кучи, которые вы видите, это все в городе Берлин, столица, как говорится, нашей родины, да, это в городе Берлин. Ну, действительно, особенно вот когда мусорные баки заполнены мусором, там говорят, воняет все, зеленые мухи летают, но опять-таки, вот этим вот блогерам я бы посоветовал проследить за вот этими местами сбора мусора и рассказать, как приезжают машины, сколько раз, к примеру, в неделю приезжает мусорная машина, опустошает эти баки, потом приходят дворники и защищают это место, и остается чистота. Но почему-то блогеры именно вот этот процесс не фотографируют, не снимают на камеру и не показывают, как здесь борются с такими вот кучами мусора, с таким загрязнением окружающей среды. Понимаете? И вот, кстати, да, вот посмотрите еще, есть такие здесь баки, их выставляет каритативная организация «Каритас», «Красный крест» для сбора старой одежды, старой обуви, допустим, старое какое-то белье, постельное, там, полотенце или еще что-то. Если у вас дома, допустим, оно залежалось, старье, чтобы не выбрасывать на мусорку, но оно еще хорошее, но вы купили себе, например, вот, ну, женщины меня поймут. У тебя было 50 пар туфель, 25 пар из них состарились, вышли из моды, но выбрасывать неприятно, жалко, но зато есть шанс отдать их другому, пусть другой поносит. Ты собираешь эти 25 пар туфель, выносишь вот в этот вот каритасный ящик, бросаешь в контейнер и идешь в магазин покупать новые туфли. Ну, вот женщины, да, вот если сейчас смотрят женщины, они меня прекрасно поймут, о чем я говорю. То же самое касается одежды. Кто-то потолстел, кто-то похудел, у кого-то, допустим, одежда вышла из моды или состарилась, оказывается, в шкафу у него висела рубашка, которой уже 25 лет он ее ни разу не надевал, думает, да ну ее нафиг, что ее покупал, выкину я ее, пусть кто-то другой носит. И вот в такие вот каритасные ящики, как мы называем, выбрасывается одежда, выбрасывается обувь или всякое там белье, которое не нужно у вас в доме, вы хотите от него избавиться, чтобы купить новую замену. Так вот у нас в городе, я не знаю, как в других, я говорю сейчас конкретно о нашем городе. У нас в городе практически через каждый километр, это достаточно близко друг от друга, стояли такие контейнеры, или один, или два контейнера всегда стояли рядышком для сбора вот грязной, то есть грязной, старой обуви или старой одежды. И когда приехали украинские беженцы, они просекли эту фишку и начали бомбить эти контейнеры. Вплоть до того, что начали взламывать передние вот эти вот двери у этих контейнеров, которые внизу под этими воротами, ячейками для сброса этого мусора, они начали бомбить эти двери и вытаскивать оттуда мешки с этим барахлом, деребанить это прямо там на улице, прямо там на месте около этих контейнеров, забирать себе что-то хорошее, уносить, а все это оставлять. И буквально в прошлом году у нас эти контейнеры в городе редуцировались, потому что украинские, ну, менталитет такой. Я не говорю, что это делают все, я говорю о том, что я видел своими глазами, и говорю о том, что я вижу, что я знаю. Многие вот эти вот украинские беженцы в возрасте, между прочим, уже в возрасте от 60 лет и выше, были среди них даже вот 40-летние, которые залезали, ухитрялись залезать даже в эти контейнеры, деребанили эти контейнеры, воровали, разгребали эти мешки и бросали вот так вот все это кучами около этих контейнеров. И власти городские решили, что эти контейнеры нужно уменьшить в количестве. И получилось так, что у нас в городе сейчас есть только, по-моему, раз, два, три, три или четыре места с такими контейнерами, где люди могут приехать, выбросить свои вот эти вот старые тряпки, старую обувь в эти контейнеры и уехать. Или на городскую свалку, там, где идет конкретно огромная площадь с большими контейнерами, 40-тонными туда вкладывают, в один контейнер выбрасывают древесину, в другой железо, в третий там вот это вот мягкую мебель и так далее. Огромная такая контора называется городской этот Вергхоф. Туда приезжают и там выбрасывают. Или там, или вот в эти контейнеры. И вот получилось так, что у нас в городе этих контейнеров стало очень и очень мало. Опять-таки, благодаря тому, что украинские беженцы, украинские блогеры обратили внимание немецкого населения на тот бардак, в котором мы, к сожалению, все в Германии живем. Я не спорю, да, у нас есть свои проблемы, у нас есть, конечно же, недочеты и в социальной системе, и в бюрократической системе. Например, недочет социальной системы в том, что очень многие беженцы до сих пор не могут устроиться на работу по причине того, что они не могут выучить немецкий язык. Говорят, что немецкий язык очень сложный. И они даже по три раза идут на одни и те же курсы. Получают пособие. Хорошо, что они хоть получают пособие. А если бы они не получали пособие, пришлось бы идти подметать улицы. Но если бы они пошли подметать улицы, вот тогда бы у нас на улицах, особенно на мусорках, было бы чище. Для сравнения, вот еще раз посмотрите фотографию, допустим, мусорные места в Берлине. Для сравнения я вам приведу действительно образец культуры тех людей, которые говорят, что мы живем в грязи, что мы живем среди мусорных куч в Германии. Значит, вот посмотрите внимательно. Это фотографии, сделанные в Киеве. Ну, действительно, по сравнению с Германией, с теми кучами мусора, это действительно образец культуры поведения человека. Или вот это вот во Львове сделано. Там, где, по-моему, мне кажется, что это остановка или автобуса, или ролейбуса, не знаю что. И вот там тоже аккуратно сложена вся куча мусора в мешочках пластиковых, чтобы мухи зеленые не заводились. Аккуратно все это сложено. Ну, действительно, вот есть у кого поучиться. Львов – это уже почти европейский город. Почти европейский город. Раньше он назывался Лемберг, принадлежал Польше. И если что случится и тяжелое дальше, то он и опять будет принадлежать Польше. А вот Киев, ну, действительно, Киев – это пример для подражания. Посмотрите. Эти фотографии, кстати, сделаны не сейчас. Эти фотографии сделаны до начала войны между Россией и Украиной. Поэтому я так думаю, что все-таки действительно украинские видеоблогеры, приехавшие сюда как беженцы, как некоторые политики их уже называют украинскими мигрантами, то есть намекают на то, что эти, которые люди, беженцы, приехали сюда, уже останутся здесь на постоянно. И высказывают надежду о том, что они все-таки одумаются, у них взыграет совесть, и они пойдут на работу. Вот, ага, сейчас, бля, ждите. Так вот, вот эти вот украинские блогеры действительно открыли нам глаза на ту действительность, в которой мы живем. Это грязь, это вонь. Жалко, что экран не может передать всю ту вонь, которая господствует вот на мусорках, допустим, в Германии. Вот у нас, просто у меня сейчас вот так вот спонтанно я подошел к этой теме, я не фотографировал ужасную мусорку у нас во дворе, рядом с которой растут несколько фруктовых деревьев. Растет одна алыча, рядом стоит слива, и люди собирают алычу и сливу с этих деревьев и едят. Вот такая у нас грязная мусорка. И, между прочим, раз в неделю на этой мусорке убирается полностью весь мусор, собираются все вот эти мешки пластиковые в отдельном месте. И раз в две недели приезжает машина и забирает эти пластиковые мешки. Теперь к самому началу вот этого видеовыпуска, когда я сказал про того украинского видеоблогера, ранее принимавшего участие в проекте «Орел и Решка», когда он приехал со своим знакомым из Швейцарии в Германию за продуктами, скорее всего, за водкой, за колбасой. Ну, а что еще они могут купить? Значит, по поводу пластиковых мешков, вот это вот разделение мусора, да? У нас здесь не просто вот так вот все это выбрасывается в мусорное ведро, у нас существует система, которая, ну, те, кто живут в Германии, могут сразу промотать пару минут вперед, потому что знают, о чем я сейчас буду говорить, о разделении пластика и вот этих алюминиевых упаковок. А для тех украинских блогеров, которые жаждут действительно покаяния со стороны немецкого человека, со стороны людей, живущих в Германии, это будет полезно послушать. Так вот, в каждом городе все улицы поделены на районы между вот этим вот организацией под названием Верхштовхов. Раз в две недели на нескольких улицах одного района проезжает одна или две таких машины оранжевых и собирают все эти мешки с пластиком или алюминиевой вот этой упаковкой. Они все это собирают, все это увозится на комбинат по переработке мусора. Эти мешки у нас не лежат вот так вот постоянно, как вот этот вот блогер показал, что как заехал в Германию, сразу попал в грязь, в мусор и в мразоту. Нет, эти мешки у нас аккуратно собираются в кучке в течение двух недель на определенных местах. Машина приезжает, все это собирается, и эти же граждане, которые собирают этот мусор, если вдруг там где-то что-то рассыпалось, они тут же подметают это и забрасывают в машину. И этих людей мусорщиками назвать нельзя. Я бы сказал, скорее всего, что это очистители города. Вот это действительно люди, которые следят за чистотой и экологией в городе. Они не мусорщики. Мусорщики это мы с вами, которые ссорят постоянно, шелухоят семечек, пустыми бутылками или еще какой-то дрянью, кидая все эти упаковки мимо мусора на улице, когда мы идем мимо. Вот посмотрите, вот эти вот контейнеры у нас специально стоят во многих районах, очень часто вот так вот на многих улицах, для разделения стеклотары. Те бутылки, которые магазины не принимают. Это бутылки с-под вина, бутылки там, не знаю, с-под виски, с-под водки, с-под шампанского, там всякая другая ерунда, которая считается вообще одноразовой. Контейнеры для простого прозрачного стекла, контейнеры для зеленого стекла и для коричневого стекла. Люди приезжают, собирают у себя, допустим, дома там в течение месяца двух, несколько своих бутылок, которые они там выпили, с горя от того, что, блин, живут среди мусорных куч в Германии. Собирают бутылки с-под виски, с-под допелькорна, вывозят в эти контейнеры, аккуратно вбрасывают в эти контейнеры. Что интересно, если, к примеру, банка с-под варенья или бутылка или банка с-под кофе с крышкой, эту крышку снимают, если забыли дома выбросить ее в пластик, эту крышку снимают и аккуратно ложат сверху на крышку этого контейнера. Когда приезжает машина забирать это стекло, человек, водитель этой машины, сначала идет с огромным мешком, собирает все эти крышки в этот мешок, складывает, а потом включает кран и этим пельфером выбрасывает в разделенный контейнер вот эти вот контейнеры со стеклом. Вот такая вот проблема у нас. Да, действительно, у нас очень большая проблема в том, что, может быть, действительно было бы проще выбрасывать так вот бутылки прямо вместе с биомусором в баки, а если не поместится в бак, рядышком, вот как в Киеве делают, да, там же ведь действительно это обращивание культуры европейской и образец для всех, для подражания, как нужно обращаться с мусором. Что там собрал? Все в одну кучу, все туда, а там мусорщики разберутся, они же гнедоты, как некоторые видеоблогеры говорят. Они за это зарплату получают, вот пусть и разбираются. В принципе, вот такая вот проблема, да, мы знаем. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо вот этим вот украинским видеоблогерам. Сегодня они называют себя видеоблогеры, а по факту они беженцы от войны. Но огромное им спасибо за то, что они указали нам, не просто ткнули носом вот в эту грязную проблему, они указали нам на наши ошибки. Мы, конечно, будем стараться исправить все эти ошибки здесь в Германии и по возможности, если, конечно, мы не исправим эти ошибки, вы уж нас, граждане-беженцы, извините, если вас настолько все это будет претить, что вам придется вернуться обратно к себе на родину, вы уж простите нас, но не смогли мы ответить вашим требованиям и чаяниям. Такие мы вот плохие, нерадивые немецкие граждане. И сейчас в конце я хотел бы просто вспомнил, да, мне много раз писали тоже вот украинские беженцы на канале под различными видеовыпусками, а что ты, мол, там несешь пургу или еще что-то, ты лучше расскажи, в каких нечеловеческих условиях принимает ваша Германия нас, беженцев, расскажи лучше про те гадкие лагеря для переселенцев, в которых мы вынуждены ютиться. Да. Это да. Это действительно лагеря, но не без колючей проволоки, абсолютно без колючей проволоки. Некоторые помещения используются, допустим, спортзалы, школ, если спортзал большой по площади, разделяются ширмами вот эти вот пространства, там ставятся четыре кровати, ну, две двойных вот этих высотных кровати, то есть получается четыре кровати, двуярусный пардон, там столик, там тумбочки, и это временное жилье для мигрантов, для беженцев. Они обычно там, некоторые ухитряются жить до месяца. Если, к примеру, когда, допустим, вот украинские беженцы, почему мне говорят, почему ты не говоришь, в каких нечеловеческих условиях мы живем в вашей Германии, когда приезжаем в эти лагеря. Объясняю, вы живете в этих нечеловеческих условиях по месяцу, то и по два, потому, что когда вам предлагает контора под названием Социал-Амп квартиру, вы приходите, смотрите в эту квартиру, она меблированная, там единственное, что у них нет кухни, нужно кухню покупать самому. В этой квартире есть мебель, в этой квартире все сделано, сделан ремонт, заходи, живи. Очень многие квартиры вам предлагают сразу же с мебелью. Когда вы заходите туда, вы начинаете воротить носом и говорите, да я в Киеве жил в намного лучших условиях, ну вас всех в жопу. И вы уходите, потому вы и живете в нечеловеческих условиях, в этих лагерях, потому что у вас запросы нечеловеческие, вы требуете к себе отношения как к богам. Может быть, хватит корчить из себя высшую расу, особенно вот этот вот лозунг Украина по надусе. Это то же самое, что фашисты говорили перед войной, во время войны Германия превыше всего. Это один и тот же лозунг, только слово изменили. Первоначальное. Германию заменили Украиной. Хватит, может быть, кричать вот этот агиотский лозунг неонацистский. Еще раз, обращаю ваше внимание, хватит, с юмором закончили. С юмором закончили, теперь на полном серьезе. Обращаю ваше внимание, друзья, поверните свою совиную голову на 270 градусов вокруг себя и посмотрите, что со всех магазинов, со всех контор в Германии, с балконов, вдруг внезапно пропали украинские флаги. Может, хватит корчить из себя обиженных, бедных и лишенных жизнью людей. может, хватит уже по два года ходить на языковые курсы, и корчить из себя идиотов, которые ни единого слова по-немецки не понимают, но зато в магазинах вы умеете хорошо спорить с продавцами на немецком языке. На базаре, когда вы идете покупать овощи, фрукты, вы прекрасно спорите на немецком языке, но как только вас вызывает ваш джоп-центр и предлагает вам работу, вы я ищ 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 мой язык дувайс шон, мой язык нихт ганс фил. Хватит, может, корчить из себя уродов, а? Вот честное слово, хватит корчить из себя уродов. Особенно тем, говорю, которые пишут мне практически под каждым видео, что, типа, я расист, я за русский мир, я русский фашист и так далее. Идите вы в жопу, бля, вот говорю вам честно, открыто от души, вот такое вот пожелание. Нехрен нам указывать здесь в Германии, что мы живем в сраче, что мы живем в говне. Посмотрите на свои города, в которых вы жили, из которых вы бежали, в каком дерьме вы там жили. Вы приехали сюда и бегаете по магазинам и орете. Ганна! Ты муку ше взяла? Зараз я яйки беру. Может, хватит орать через весь магазин? Может, хватит корчить из себя недотрог, бля, каких-то там неприкасаемых высших людей? Хватит, может быть, считать, что все вам обязаны. Один мне написал, бля, если бы вы дали Украине все то оружие, которое обещали, да ни хрена никто вам не обещал. Вы требуете специально, требуете ракеты, вот эти вот дальнобойные, Таурус, у которых дальность полета минимальная 400 километров. Сегодня Шольц опять сказал, нет, я не буду подписывать, я не буду давать соглашение на поставку этих ракет, чтобы Украина бомбила Россию в глубине. Я не дам это соглашение, все. Вот в этом канцлер Шольц хоть действительно мужик с головой, потому что он прекрасно понимает, подпиши он эту ратификацию, Путина уже ни хрена никто не остановит. Не тот долбанный НАТО, бля, не тот сраный, бля, Джо Бидон, извините вот за мой французский, вот вырывается, никто не сможет его остановить, он просто хренакнет, несколько атомных ракет, не только по Киеву, но и по Европе, и все. И что вы добьетесь бы? Вы добьетесь того же, что кричал Зеленский в начале войны. А что это наши украинские солдаты умирают? Давайте присылайте своих, пусть они тоже здесь умирают. Охренели? Ладно, это так вот на эмоциях, потому что наверное все-таки я вот мусора нанюхрался. Ну да ладно. В общем, ребята, такой вот получился видеовыпуск. Вы уж не обессудьте. Большинство украинских беженцев, снимающих здесь в Германии свои видеоблоги и рассказывающих скажем так в кавычках правду о той стране, в которой они живут, врут не кривя душой. Но потом, когда заходят они ко мне на канал или к кому-то другому, кто увлечает их во лжи, они пишут вот таким вот капслоком, что ты брешешь, вонючий расист. Ты брехон, ты путинец. Потому что правда глаза колют. Вот потому они так и орут. Вот так вот они гавкают. Вот такие вот у меня были на сегодня новости. Подумайте о том, что я вам сегодня сказал. Примите это не как должное, а как информацию к размышлению. И еще раз, вспомните поговорку, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому, когда украинские беженцы здесь, живя по два года, все еще никак не могут устроиться на работу, то это уже заставляет задуматься о их умственном развитии. вот и все, что я хотел сказать. Не забудьте подписаться на канал. Всем удачи. Пока. Субтитры Субтитры